Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и ко мне прилетел очередной подарочек. Огромное спасибо одному из моих постоянных зрителей Конферновиры. И что самое интересное, что его никнейм переводится никак иначе с латыни, как «Я собираю силы». Поэтому, дети, учите латынь, учитесь хорошо, и вы всегда сможете придумать себе интересный никнейм для игры в танки. Ну что, ребят, давайте будем открывать. Ну а, Конферновиры, еще раз тебе огромное спасибо за то, что ты поддерживаешь канал своим подарочком. И помогаешь мне снимать все новые и новые видео, и развиваешь таким образом мое начинание. Итак, открываем. Я не знаю, что там. Мне ничего не писали на тему того, чего ожидать. Я даже не буду пытаться предугадывать после последнего видео. Поэтому просто открою и... Блин! Ёкараны ты бабай! Что ж ты делаешь-то? Ааа, что ж ты делаешь со мной? Друзья, для тех, кто не знает, за 8 лет из подобных контейнеров платных мне выпала одна машина на огромном количестве моих аккаунтов. И для меня каждые контейнеры это вот... Блин, ну такое переживание вы себе не представляете. Ааа, ну что. В любом случае, я уже с двумя тысячами золота. Я имею Теслаган. В своем видео по поводу данного набора я говорил, что это, в принципе, выгодный набор, если посчитать его в деньгах, в переводе на ценности, которые можно получить. Поэтому нам ничего другого не остается, как просто взять и пооткрывать контейнеры. И единственное, что я повременю немножечко... А, нет, временить не придется. Что тут у нас? Собери их все и... И собери их все. Только у нас есть два контейнера и один контейнер. Почему они не объединились, не понимаю. Вот эти два я берегу, потому что у меня есть приказ, в котором необходимо сделать, по-моему, там 25 фрагов. И заберу еще пять контов и таким образом смогу все семь сразу открыть, объединить в косарь голды. Но вот эти откроем сейчас однозначно. И, конферновиры, сейчас ты сиди и нервничай, что мне из этого выпадет. Ну, а я даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем, наверное, с вот этой вот рулетки. Для тех, кто не знает, это черный ящик. В черном ящике может выпасть черный ящик второго уровня, либо третьего уровня. С каждым уровнем призы увеличиваются. Среди призов бустеры, свободный опыт и золотишко. Золотишко здесь с вероятностью 25%. И вот если мне выпадает черный ящик, то с вероятностью опять-таки там повышенной, мне может выпасть большее количество голды. Короче говоря, это контейнеры именно про золото, не про машинки какие-то. Ну что, открываем, смотрим, что внутри. Держу все пальцы крестиком, какие только на мне есть. Да! Да, мне выпадает голдишко и мне выпадает черный ящик. Я сейчас, ребят, даже начну записывать, что сейчас получили с вот этого набора. Потому что одно дело просто просчитывать с калькулятором, а другое дело действительно этот набор открыть. Ну, точнее, купить, открыть и посчитать, сколько чего тебе упало за тот ценник, за который стоит данный набор. А стоит он 5 баксов. Так, хорошо, открыли. Ну что, едем дальше, смотрим, что там выпадет. Ну, и, в принципе, на этом фарт заканчивается. Но, ребят, я имею ввиду фарт того, что мне мог выпасть контейнер следующего уровня. Но при этом, друзья, я не считал свободку, я считал просто голду. На данный момент у меня 2500 уже есть с этого наборчика. И плюс у меня есть Теслаган. Теслаган, кстати, я тогда не обратил внимания, но в комментариях писали, что если открыть, допустим, на машинах 10 уровня, то Теслаган будет стоить дороже, чем, допустим, на... А, у меня он есть, поэтому я ценник посмотреть не могу. Класс. Короче говоря, говорили, что если, допустим, открывать его на СУ-100У, как это сделал я, то будет 1,5 косаря стоить Теслаган. Ну, а если открывать на 10 уровнях на машины, то он еще дороже стоит. Не перепроверял, здесь, к сожалению, уже ничего прокомментировать не смогу. Но факт остается фактом того, что Теслаган стоит полторушку, как минимум. А значит, в принципе, 2,5 до 1,5 уже получается 4. По-моему, уже неплохо, как за 5 долларов. Но у меня при этом еще остается 3 контейнера, которые я сейчас буду открывать. И начну я, безусловно, с контейнера. Собери их всем, потому что он считается самым несчастливым в данной игре. Ну и, в принципе, я не удивлен тому, что из него выпадает. Вот, едем дальше, смотрим, что у нас будет в следующем контейнере. В следующий контейнер я хочу Мистика ставить напоследок. А вот как раз сейчас открыт контейнер Плохая Компания. Из контейнера Плохая Компания с крайне малой вероятностью может выпасть какая-то из машин. При этом Шип, кто там у нас? Шип, Кошмар, Мародер, Могильщик, Ликан, Дракула и Франкенштанг. Они у меня есть. Кого у меня нет, у меня нет Крушителя, которого я очень сильно себе хочу. Безумно хочу Уничтожителя. Ну и если выпадет Хельсинг, то он просто будет у меня в коллекции. Я не сильно люблю данную машину, но в любом случае я обрадуюсь тому, что у меня появится обнова. При этом, ребят, если мне упадет повторение, то я получу компенсацию не в серебре, а в золоте. Что касается голды, то здесь шансы, я бы сказал, плюс-минус нормальные. Полторы тысячи золота с вероятностью 3%. В любом случае, это, если я правильно умею считать, по-моему, в 6 раз больше вероятность, чем выпадение машины. Ну, в принципе, довольно-таки годным. Что касается фонов профиля, то я не сильно за ними гоняюсь. Ну, а все остальное посмотрим, что там упадет и будем это уже заценивать. Ну что, открываем. Блин, как же я хочу себе Уничтожителя или Крушителя. Мамочка моя дорогая, давай, родной, пожалуйста. Нет, ребят, не получилось. Но при этом всем я увеличиваюсь еще на 100 голды. Того получается 2600 я получаю чистоганом. Это уже довольно-таки неплохо. Забираем наш приз. Плюс у меня талисманы добавляются на голду. И в случае, если я соберу 10 таких талисманов, то я опять-таки косарь голды получу. Тоже довольно неплохо. Ну что, ребят, как я и говорил, вот эти два контейнера я не хочу сейчас открывать. Я жду момента, когда выполню приказ. А вот этот вот контейнер мистический оставил напоследок. Потому что там поговаривают, что он один из самых крутых по шансу выпадения. Это действительно так и есть. Но не стоит особо сильно радоваться, потому что из этого мистика, из мистического сертификата, я имею в виду, может выпасть любая машина, начиная от пятого левела. А у меня огромное количество машин на аккаунте. Поэтому здесь как бы бабка на двое гадалом. Что касается второй ценности в этом контейнере, так это голда. И голда здесь с вероятностью, допустим, в три раза меньше в отношении полторы тысячи золота по сравнению с предыдущим. Поэтому в голду верится мне не очень. Хотя с вероятностью практически 12% я могу получить еще 100 золотых монет. Но согласитесь, вы-то контейнер не ради 100 золотых открываете, а перед этим еще и покупаете его. Ну что, открываем пальцы крестиком. Очень сильно надеюсь, что здесь сейчас что-то все-таки хорошее мне упадет. Давай ты, зараза неподкрученная. За 8 лет. За 8 лет ты опять показываешь мне задницу, только вид спереди. Блин, ну какой кошмар, какой кошмар. Ладно. Расстраиваться особо причины я не вижу по одной простой причине. Получается тавтология, правильно? Да, смотрим быстренько в энциклопедии, что такое тавтология, если кто не знает. Короче говоря, ребят, я почему не расстроен? Потому что в любом случае я получил массу позитивных эмоций. Я смог ощутить немножечко адреналина. И как заряд бодрости утром, это, по-моему, самое то, что надо. Да, безусловно, жалко, конечно, что не падают машины мне из контейнеров. И я не знаю вообще, что делать. У меня складывается впечатление, что где-то там, в каких-то формулах варгейминга, пошла ошибка. И у меня какая-то лишняя запятая в ходе по моим аккаунтам. И именно поэтому мои аккаунты вообще не участвуют в розыгрышах танков, выпадающих из платных контейнеров. Что это? Хрен его знает. Ну вот так вот я живу уже 8 лет. В любом случае, огромное спасибо, Конферновирос, за то, что ты реально очень приятно сделал. И до глубины души тронул меня своим подарочком. Спасибо большое за то, что поддерживаете канал в его развитии. Я вам буду безумно благодарен. И всегда буду благодарить вас хорошим и качественным контентом. И честным мнением по поводу всего, что происходит в игре. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.